В нашу редакцию часто приходят славянцы, обращаются со своими проблемами, предлагают темы для репортажей. Обратная связь налажена и на сайте телекомпании. Люди оставляют комментарии, делятся мнениями, приходят письмообращения и на электронную почту. Мы никогда не оставляем сообщения без ответа. На днях на нашу электронную почту было отправлено анонимное письмо. Онлайн-сообщение было весьма эмоциональным. По мнению автора, наши сотрудники часто допускают речевые ошибки, а именно неправильно ставят ударение в тех словах, которые у всех славянцев на слуху. В частности, речь шла о названии улицы Ковтюха. Разобраться в этом вопросе подробно, а заодно и окунуться в основы орфоэпии и аномастики, нам помогла доцент кафедры русской и зарубежной филологии филиала КубГУ Елена Трегубова. Я скажу, что хорошо, что такой интерес возникает, потому что, что касается речи в нашем городе, вообще регионе, здесь у нас среда, есть такой термин диалектальная. Она взаимодействует часто с литературной или параллельно литературной и оказывается часто и авторитетной. Понятно, что Ковтюх — это прозвищное, могло быть диалектное, скажем, изменение Ковтюха. Я думаю, что эта проблема должна рассматриваться в этом общем поле, формирование топонимов или антропонимов, все-таки в литературном поле речи. И, на мой взгляд, если это уже сложившаяся местная региональная норма, которая населением уже усвоена, то, соответственно, мы бы, вот на кафедре мы разговаривали, да, мы бы рекомендовали все-таки норму Ковтюха. Точку зрения филологов по поводу сложившейся региональной нормопроизношения этого слова подтверждает и мнение местных жителей. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, как правильно, Ковтюха или, может быть, ударение на другой слог падает? Я думаю, Ковтюха. Так привычнее, да, вам? Да, но кто-то мне говорил, что Ковтюха еще говорят. Ковтюха. Ковтюха. Почему так считаешь? Ну, потому что мне так говорили, я в этом уверена. Подводя итоги нашего небольшого лингвистического исследования, хотелось бы сказать, что мы очень рады и открыты конструктивной критике, интересным предложением. Огорчает только, что не всегда есть возможность личным сообщением ответить автору письма. Ведь, как и в этом случае, люди часто оставляют несуществующие адреса. Если вы хотите поделиться с нами своим мнением, предложить темы для репортажей, обращайтесь в нашу редакцию лично, звоните по телефону 411-51 или связывайтесь с нами онлайн на сайте slavinsk.tv. Алена Лавринова, Александр Косицын, Александр Тимовская. Программа «События». Программа «События». Программа «События», «События».